Не знаю, в каком порядке выйдет, но, может быть, Сонька будет следующая. Соньку мы прошили. 3311, по-моему. А это у нас телефон Inoy Lite 2, по-моему, да? Так называется? Нет, Inoy 2 Lite, вот так. О, чтобы вам не соврать. Inoy 2 Lite. Он у нас вообще не включается, ни на что не реагирует, но при этом компьютером он определяется. Но определяется он так, что можно сделать вывод, что, скорее всего, он прошиваться не будет. Такой вывод я делаю на основании того, что он должен там подключиться и отвалиться. А он подключается и висит, что говорит о том, что у него, скорее всего, либо проблемы с памятью, либо какие-то жесткие железные проблемы. Значит, если у нас получится делать телефон отлично, у нас есть на канале по-лист Inoy, туда попадет ролик. Нет, значит, я просто покажу, где взять прошивку, как настроить прошивальщик, как снять на нем ФРП-блокировку. Вот, ну, не прошьется, попадет, скорее всего, либо на основной канал, либо на второй канал Unlocker в по-лист фейлы мои. Идем на комп и найдем прошивку, прошивальщик, все настроим, драйвера поставим. Гуглим тему нашего аппарата на 4PDA. Забиваем Inoy 2 Lite. Пробел 4PDA. Так, обсуждение. Прошивка стоковая. Прошивка из каттера Inoy 2 Lite. Не путаем Inoy 2 и Inoy 2 Lite разной прошивки. Не ушатайте свой аппарат. Скачиваем с Яндекс.Диска прошивку. Здесь, я думаю, что вы справитесь. Ничего сложного для вас здесь не будет. Дальше. Драйвера и официальная прошивка. Кстати, слушайте, еще какая-то ссылка есть, тоже посмотрим. Так, сайт производителя, ладно, нам не надо. Что у нас здесь есть? Драйвера и прошивальщик. О, отлично. Скачивайте драйвера. Тоже скачаем их, потому что у меня они уже стоят. Но надо же вам показать обязательно. Так, смартфон мультипорт далоутул. Отлично, скачаем. Так, хотя я думаю, что флештулом он прекрасно прошьется. Так, е-мое, закрыл случайно. И есть еще инструкция. По прошивке. Слушайте, похоже, прошивка у них есть на официальном сайте. Ну ладно, мы все-таки с 4ПД. Ничего сверхъестественного здесь нет. Я вам сейчас покажу, как этим прошивальщиком пользоваться. Сложного ничего не должно быть. У меня есть на канале Пауэлист любая прошивка. Там есть в том числе и этот прошивальщик. Проблем возникнуть с ним не должно. Ладно. Фиг с ним. Свернем. У нас все скачалось уже. В корне диска C создаем папку. Без русских букв и без пробелов. Пускай у меня это будет папка 1. Ну ладно, флештул тут валяется. Да и фиг с ним. Открываем драйвера. Так. Драйвера в папку 1. Закрыли. Прошивальщик в папку 1. Закрыли. Так. Дальше. Драйвера. Это обычная программа. Везде далее-далее совсем соглашаемся. Если вдруг драйвер не ставится, по ссылке в описании есть мой ролик. Как отключить проверку цифровой подписи драйверов. Отключаете, заново ставите и драйвер поставится. У меня они стоят, я ставить их не буду. Дальше. Прошивальщик. Открываем. Где он тут? Запускаем этот файл. Он у нас как бы скрипт получается. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Так. Скаттер поврежден. Отлично. Это нас устраивает. В папку скаттер файл мы добавляем... Знаете, куда? Идем в папку 1. Либо туда, куда вы все распаковали. Так. В папку с прошивкой. А ну да, вот он только один здесь. Представляете? Ну ладно. Текст и файл, короче. А, е-мое, ребята, что я вам говорю? Вообще фигню какую-то сказал. Вам же нужен сам архив. Прошивку-то мы тоже скачали. Я вам просто показывать не стал. Так. Куда она у меня скачалась-то? Вот она, иной 2 Lite. Ну тут все-все тоже в одном, поэтому мы качаем только отсюда папку с прошивкой. Больше нам ничего отсюда не надо. Прошивка есть, гига полтора. Я попытался не тот файл добавить. Короче, вам нужен файл, скаттер файл, текстовый документ из папки с прошивкой. Скопировалась. Так, опять идем в скаттер файл, в кнопку. Только теперь в папку с прошивкой. А где тут текстовый файл? Не понял. Назад. Вот он. MT6580 Android скаттер файл. Все, он добавился. Full Speed with Battery. Это если с батарейкой. Здесь firmware upgrade обязательно. Жмем Start All. Он проверяет контрольные суммы. И подключаем в выключенном состоянии телефон-компьютер. Даже показывать не буду. Батарейку на нем на всякий случай выдернул, воткнул. Ждем. Должен определиться. Если драйвер поставили правильно, то здесь должна пойти заливка блоков. Но она у нас, к сожалению, не идет. Так, диспетчер файлов. Вот он. Вот смотрите, видите, он висит. Во-первых, он может быть немножко другим. Тут немножко буквы. Буквы несколько других должно быть. Так, слушайте, знаете что? Давайте мы посмотрим. Плюском 13. Стоп. Знаете что? Я, наверное, поторопился. Свойства. Параметры порта дополнительно. Я думаю, что вам это не пригодится. Но вот он, видите, как интересно. Он просит, что типа до 13 получается порта. Так, отцепить. Отцепить. Окей. Порт я сменил на 10. Окей. Пробуем. Почему-то есть вероятность, что он может не все порты видеть. Попробуем. Но это не точно. Опять подсоединяем. Старт. 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 Ну нет. От того, что мы поменяли порт. И, к сожалению, телефон у нас не видится. Мы здесь все правильно настроили. То есть на это пенять точно нельзя. У нас свой своеобразный download-агент. Да. Свой сек.bin. Свой файл аутентификации. Он ему тоже обязательно. Этому телефону. Скаттер файл у нас корректный. Ни через скан, ни через старт. Он, к сожалению, нифига не видит. Вот такая печаль. Поэтому можно сделать умозаключение, что у него проблемы с памятью. Но память никто здесь менять, к сожалению, или к счастью, не будет. Потому что аппарат того не стоит. Но обычно в таких случаях можно попробовать перекатать микросхему памяти. Ну, поставив новую, естественно. Но вот у них очень часто, особенно на аппаратах на МТК, дохнет память. К сожалению, это большая болячка. Ничего больше вы здесь не сделаете. Никаких тонких настроек здесь не существует. Поэтому, ребята, только понять и простить. Ну, по крайней мере, мы попытались. Я, по крайней мере, показал, где найти прошивку и все остальное. Теперь попробуем еще раз. Контрольный. Снова все перезапустим. Чтобы убедиться, что мы нигде не накосячили. Ну, тут негде накосячить, на самом деле. Очень-очень жаль. Еще раз подключим. Значит, получается, что память не дает в себя ничего записать. Нифига. Ну, мои худшие предположения, конечно же, сбылись. То есть, я был прав. Это все-таки микросхема памяти. К сожалению, так. Значит, попадет в поле с фейл. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в поле с тем, полезное. Попасть может в главную страницу канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк под видео. И подписывайтесь на канал. Почему? 62度. Почему?